Так, всё, давай, хлопай. Чё, блин, чё-то мне как-то, не знаю, стесняюсь я. Можно? Всем привет, у нас 27-й тейбл-шоу. Катя Садовника, Наташа Исаева. Вы рассказали то же самое, что было раньше. Это, темно-то, на концерты, кто не знает. 3 ноября исполнится 100 лет со дня рождения. Писателя, драматурга, да и, на мой взгляд, выдающегося мыслителя 20-21 веков, Леонида Генриховича Зорина. По этому поводу мы сегодня и собрались. Внимание! Я выхожу. Собственно говоря, поэтому мы позвали Катю и Наталью, потому что они у нас театроведы по образованию. Правильно? Правильно, правильно. Катя учится на втором курсе в школе Райкина у Павла Андреевича Руднева и Алжаса Жанайдарова. А Наталья наш заведующий литературной частью в театре Ермоловы. Ну что ж, Олег Евгеньевич, кажется, у вас есть заначка? Начинается, Олег Евгеньевич. Слушайте, смотрите, вот это то, что... Что я имею по делам, обошелся без свободы. Все отпущенные годы жил за письменным столом. Стол достался мне в удел. Был единственной отрадой. Что творилось за оградой, толком я не разглядел. Но такая слепота иногда бывает зрячей. И была моей удачей. Власть бумажного листа. Вот почему мы с этого решили начать. Потому что Леонид Генрихович в своих воспоминаниях очень часто вспоминал, что для него стол, за которым он работал, это была его, собственно, жизнь. Потому что он писал, что... Знаете, вот это не дня без строчки. Кто-то декларирует, кто-то на самом деле так не живут. А человек вставал утром в 8, в 9. Во сколько он вновь вставал? В одно время всегда. Нет. В 10 садился за стол. А, в 10 садился за стол. Брал ручку. Он не знал, что писать. Или знал, или не знал. Но он каждый день в 10 часов вечера... Вот это ожидание вдохновения. Вот это, знаете, мы художники. Работать надо. И вдохновение придет. Пожалуйста, Ринат Валерьевич. Но, однако, вот, кстати, есть же такая история, когда он писал свою пьесу в 22 года для малого театра, да, он поехал в Баку, ходил там, гулял с девчонками и потом написал в последние три дня. Но все-таки, значит, не всегда он был такой уж прям дисциплинированный. Все-таки в молодость давал о себе знать, нет? Мне кажется, это была какая-то редкая история для него. Считая того, что дальше он как раз говорил, что нет, как бы, писателю надо всегда сидеть дома, надо не выходить на улицу. Это было прям одно из его правил, как написать какие-то стоящие вещи. И в целом, как бы, у него прям правило было всегда писать, даже если ничего не хочется, даже если ничего не идет в голову. Да он писал, что глаза болят, руки болят, поясницы болят, все болит. А я недавно прочитала, он шесть лет готовился написать пьесу «Коронация», и когда понял, что созрел, подумал, что созрел, поехал в Ялту, это был 66-й год, поехал в Ялту писать пьесу «Коронация». Сел за стол, понял, что не идет, второй день не идет, третий не идет, что-то его цепляло, а там у героя одного была такая краска, у него была любимая, которая жила в Варшаве, из которой он не мог соединиться. В итоге пьеса «Коронация» отложилась, и за две недели он написал в Варшавскую мелодию. Но вообще он писал же очень быстро пьесы, вообще. Он зрел, видите, как долго, если он шесть лет над «Коронацией» думал, то зрел, то он долго. Долго запрягает. Но «Малый дядя», когда он пришел, Цыганков тогда был, по-моему, главным режиссером, как там называлось, я не помню, и он к нему то, что я помню, то, что я читал, он наобум сказал, то есть он написал, вы напишите пьесу, он сказал, напишу. Про что? Он сказал, про студентов, ляпнул, у него не было ни задумки, ничего. Цыганков обрадовался, сказал, отлично, вот молодой. Слушай, ну правда, в 20... А почему ему такое доверие было в таком возрасте? А, не знаю, ты говорил, что тут Горькин какая-то Горький, это у дедки у них встреча была, когда ему дети. Ну, когда он был совсем маленький, это прям, они просто встретились, и была какая-то даже история, что Горькому не то, чтобы прям было важно найти какого-то вот конкретного Зорина, да, ему просто... А ему задали, дали, что найти Горькин. Он потом издавался. Чтобы потом про него говорили, вот Горький. Нет, ну, подожди, 10 лет была книжка издана, я на сколько 10 лет книжка, а он уже с 4 лет стал писать, когда еще не умел, папа за ним писал. Нормально, да. То есть с момента в 10 лет он уже 6 лет писал, то есть как бы уже 6 лет в профессии человек. Да, и он публиковался, я так понимаю, что тема вундеркиндов, она же всегда нужна же. Ну да, 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 все любят это. Карманных, вот, и его вызвали в Москву, да, они встретились с Горьким, и потом он писал уже, когда в возрасте был Леонид Генрихович, говорит, не знаю, хорошо, наверное, хорошо, что это было, когда мне было 9 лет, а не потом. Потому что потом, да. Но, кстати, сам Зорин бы про Горького тогда как-то не очень отозвал. Нет, он наоборот сказал, что если бы он был гораздо старше, Леонид Генрихович, в смысле, а не 9 лет, то Горький бы с ним по-другому разговаривал, он не был таким откровенным. Потому что это было то время, когда нужно было играть роль, к сожалению, хочешь ты этого или не хочешь. Но, тем не менее, 10 лет. А, и он написал, Горький же статью в «Правде» написал про талантливого мальчика, да, и Сталин сказал, что хороший мальчик, надо поддержать. Но потом как раз Леонид Генрихович говорил, что вообще хорошо, что он не помог, потому что потом дальше понятно, что Зорина критиковала Сталина, и у него были прям очень такие... Было бы повышенное внимание, так сказать, если бы он ему помог, он бы тогда за ним... Ну, там еще была история... По-моему, Катя говорила на нашей первой встрече, что у него было... Вот он сидел, как Наташа, вы говорили, за окном, где какой-то ужасный вид был. Ну, не ужасный, но не болдинская осень. Ну, не болдинская, да. Ну, Москва, да. Да, да. И про то, что он, в общем-то, не очень-то обращал не у меня, а то, что происходит за... Он вообще не обращал внимания. Ну, как? Ну, вот как? То есть он говорил, что Сталин умер, пришел Хрунов, Хрущев умер. Ну, собственно, а его-то жизнь... Я не знаю, как. Ну, вообще меня вызывает это... Ну, какое-то глубочайшее уважение. И это какие-то силы неведомые, которые тебя... Откуда эта власть? Это же какая-то власть над временем, над собой, да? Что ты... Что у него телевизора не было, говорят. Да. Ну, вот и сейчас нет, по-моему, Наташа, да? Ну, нет. У него не было телевизора, он не пользовался телефоном. У тебя был домашний телефон. Он сам подходил к телефону. Откуда это? Что это такое? Как? То есть это абсолютная самодостаточность, да? Это что это? Ну, вот когда ты... Знаете, как бы... Извините, я сразу протестирую. Да? Правила жизни, Леонид Генрика. Нет, до правил жизни мы еще дойдем. У него спросили, как вы относитесь к сегодняшнему времени. И он ответил, что это геополитика. А я уже давно стараюсь к ней не иметь никакого касательства. Отвлекаться на это, не имея возможности что-то изменить. Просто неразумно. Мне надо сейчас постараться успеть закончить повесть. Это главное. То есть он не отвлекался на все... Подождите, а как он говорил про время, если он его как бы... Ну, от него отгораживается. А где он говорил про время? А что он говорил про время? Ну, есть же время, которое текущее за окном, а есть время... Ну, как бы, все равно история меняется, но все остается как есть. Поэтому, наверное, может быть, у него так было много вот пьес, как... Ну, надо назвать в хорошем смысле, обывательские, да? Особенно вот... Ну, обывательские, но он любил обывателей. Он говорит, что они украшают этот мир. Поэтому... Ну... Поэтому он любил обывателей. Хотя ругательные слова, что ли. Он пел генпошлости в пьесах. А еще как раз по поводу Горького я просто вспомнила. У него в Перекрестке последний монолог героя, когда он уже уходил на свой самолет. Он говорил о том, что жизнь — это не цепь событий. Это одно событие. Остальное — номерки. Вот. И можно к этому как угодно относиться. Но, наверное, мне так кажется, что это, наверное, была встреча с Горьким. В принципе, если покопаться, вот я тоже потом подумаю, какое у меня событие было. Ну, их можно, да, там, одно, второе, третье. А в итоге я-то нашла. Ну, и поделись, если... Ну, может быть... Не-не-не-не. Мое самое главное событие — это спектакль «Пропавший сюжет» Леонида Зорина в исполнении Владимира Андреева. Год 90-ый. Когда я увидела, наверное, Перц самый большой... Тогда ты полюбила театр Ермоловой. Да. И поэтому ты здесь сейчас. Ну, так получилось. Очень-очень много связано Леонида Генриховича с театром Ермоловой. А, собственно, да. Вот там большая же у нас биография. Шесть спектаклей. Молсовета Си. Обогнали! Надо... Слушайте, еще вот дополнение к тому, что вот это вот ощущение такой свободы себя в пространстве и во времени. И плюс это же человек, которого закрывали сколько? Пять-шесть пьес. Когда он приходил на генеральные репетиции, после этого спектакля не видел свет. Он приходил сюда на премьеру. В спектакле игрался один раз. Он уже не дошел, да? Ему говорят, что я не буду играть. БДТ не будет играть. Ярмоловский не будет играть. Человека везде запрещал. Это же... Это же мы сейчас говорим. Вроде бы такая цепь приключений. Ха-ха-ха. Ну это же какие удары. Это удары. По драматургу. По творческой личности. Это что? Это даже не удары. Это какие-то... Это просто... И это все пережить. Пережить. Один раз он немножко сломался. Заболел же все-таки после гостей. Заболел это запил в смысле? Нет. Заболел в смысле он попал в больницу. Очень долго лечился. Там же и Лобанов, и Зорин попали в больницу. Это очень молодой причем был. 54-й год. 35 лет ему где-то было, да? Да, как раз. 54-й год. Представляете, если... Нет, сейчас 35 в больницу попасть. Да, ужас. Но самое интересное, извините, что... Мы об этом тоже как бы и думали, и говорили. И мысль возникает о том, что все-таки человека-то не посадили. А как, в принципе, можно... А как вот ему удалось это? Между струй? Не знаю. Мы так тоже говорим, что обязательно сажать должны быть. Потому что тоже... Ну, слушай, ну такая история-то. Политически это очень... Время-то уже было все-таки немножко другое. Ну, как раз говорю, о том, кстати, не началась. 54-й год. Ну да, да, да. Но он писал, что он... Ну, если бы в 10 лет его отметил Сталин и в гроб сходил, то как бы... Но при этом он был членом партии, но никогда не голосовал. Сидел и отмалчивал. И тем не менее, смотрите, марш гуманистов. Я буду так вникать иногда стихами. Чем дальше, дорога проще. Бог милостив не сгорим. Где Спарта? Где Красная площадь? И Иерусалим, и Рим. На свете лишь два народа. Другие давно мертвы. Две ветви людского рода. Два племени. Мы и вы. Вы титулы с орденами. А нам то огонь, то газ. Вам вряд ли ужиться с нами, и нам веселее без вас. Чьей кровью поля политы, а тою, что горячей. Мы странники, космополиты, мы цели для палачей. Нам беды, а вам победы. Вам гульбище, нам гробы. Есть люди, есть людоеды. Два выбора, две судьбы. Браво. Браво. Да. Не знаю даже кому. Олегу Ивенчу или Горину. Горину, вероятно. А вот, действительно, это не лукавство с его стороны, что ему вот он так абстрагирован от этого. Ивенчу так от всего прямо абстрагировал, не только от каких-то мнений. Он и от новостей абстрагировался, и от того, что вообще в целом происходит в мире. Так это в этом, мне кажется, у Ивена. Ей это помогало. Да. Это уже за сильно, сильно. Я не буду ничего. Тогда другое дело. Все равно он был свободен. Все равно у него был полет. Ну, те же Покровские ворота. Тебе такой вот образ жизни. Как это придать? Вот такой, такому быту-быту-быту-быту. Так разговор на Катурнах. Он же писал сам, что он добивается комического эффекта именно этим. Когда бытовую историю хоботов это мелко. Ну, как? Это же такие фразочки надо придумать. Резать, не дожидаясь перитонита. К чертовой матери. Он еще писал воспоминания. Извини. Включил как-то он радио. По радио шла викторина по Покровским воротам. Задает вопрос. Он не выиграл, да? Как Маргарета Павловна называла Хоботова? Раздается звонок. Звонкий детский голос. Здравствуйте. Меня зовут Вова. Мне 7 лет. Здравствуй, Вова. Как называла Маргарета Павловна Хоботова? Тайный эротоман. Да. Маленький. Да. Семилетний Вова ответил. Тайный эротоман. На самом деле не так, как будто бы много постановок по его пьесам, где так точно, как в Покровских воротах уловили способ этого говорения. Да. Это Казаков уловил, да. Но это какую-то интонацию определенную он создавал. А как? Как? Простите. Я там... Мне вообще все было. Мне все нравилось. Меня все приняли. Я в кино мне главную роль. У меня вообще проблем не было ни с чем. Такая вот работа над ролью не было. У меня был праздник юности, наверное, такой, какой был у Леонида Генриховича. Да. Когда он приехал в Москву, ошалевший от Москвы. Вот от этой, от всей ее прелести. И сколько от Москвы, сколько от молодости. Вот это вот, когда он бы мог... Но, безусловно, у него был свой язык. Какой-то выработанный, который... Тоже ключик надо было найти. Это очень сложно было. Может быть, поэтому сейчас не так много и ставят, как будто бы... Нет, почему? Варшавская мелодия, конечно. Варшавская мелодия, конечно. Вот она одна вот такая сейчас. Но она потому что про сегодня и звучит, в том числе. Она потому что любовь. Да. Ну да. И плюс нет. Еще просто же каждая постановка, она всегда созвучна. Почему? Всегда созвучна времени именно любому, ну, как будто, попадает. Вот если режиссер это видел, да? Слушайте, Катя, а скажите, вот молодые, вот драматурги, театроведы, что такое вот для них Зорин? Вот если бы мы вас не попросили заниматься вот то, что на новой сцене у нас будет в нашем время антракта, вы бы знали, кто это такой? Вот для вас эта фигура представляет интерес хоть какой-то? Сейчас, наверное, представляет. А вот до этой встречи? Ну, скорее всего, первоначально Зорин был бы для меня как Покровский ворот, естественно. Потом, благодаря тому, что я учусь на театроведа, я бы и начала читать «Варшавскую мелодию», и уже бы меня бы это затянуло. Ну, это вы профессионально все равно бы не знали, да? Ну, да. Ну, как бы я не могу отделаться от того, что я учусь на театроведа-драматурга. И плюс к этому я, когда читала его интервью, он очень много говорил про драматургию и про то, как она выстраивается. И у меня как раз внутри все время был какой-то диалог, и есть вещи, с которыми я не согласна. Ну, как бы, как театровед маленький очень. Всем, 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 скажите. Ну, вот я буду от того, как писать пьесы. Значит, десять правил Зорина, как писать пьесы, в целом, как писать. Значит, первое – это драматургия, очень аскетичный жанр. Она не должна быть болтливой, многоречивой. Пьеса – это шестьдесят страниц. Если сильно больше, она плохо смотрится. С этим я согласна, конечно, вообще в целом. Так, хорошо, совсем не согласна, да. Пока все хорошо. Это пока там вот есть. Давай, давай, к сомнительному. Да, так, сейчас, если к сомнительному, то вот в пьесе вы обязаны раствориться в своих героях, и если из них прет автор, это очень нехорошо. Вот с этим не знаю. А я абсолютно с этим согласен. А я тоже знаю, потому что он в свое время где-то писал про Бунина. Он писал, что он грандиозный, все это. Но что же его все герои говорят бунинским языком? Они не разделены. Они все говорят, они говорят, как Бунин, чего не может быть. У них всех должен быть свой, своя речь. А почему ты не согласна? Я не согласна, наверное, потому что я ребенок уже максимально постмодернизма, и мне как бы нравится… Зумер. Зумер. И мне не кажется, что это плохо. Если это обосновано, если в этом есть какие-то правила, которые пьеса подчиняется им, то тогда я не вижу в этом ничего плохого. Ну, если это просто, потому что, не знаю, это просто придумано из головы, или потому что не хватает какого-то механизма, тогда да, это нехорошо. Ну, зависит от троеточия. Ну да. Потому что Шекспир, я тоже не думаю, что очень углублялся… Ученишь про себя там. Не, наоборот, про себя. Мне кажется, вообще все про себя. Кто этот писал, но там разработки характеров-то не было. По-моему. Мне кажется, сейчас это не критично. То есть нет такого, что если автор прет из пьесы, то это просто ужасно. Не знаю, по крайней мере… Мне кажется, если он прет… Обычно, когда много автора, как правило, как-то пошло получается. Вот пошлятельно прет. Когда автор начинает себя чуть-чуть дальше от текста, он как-то вот, ну, рассудок по-другому чуть это воспринимает. Правда. Я вот, когда занимаюсь, вот веду мастер-классы по драматургии для людей с улицы, не некоторых профессионально, как хобби. Вот. Они начинают вот эту всю свою жизнь туда вкладывать. Ну, и читаешь пошло. Ну, прям вот всегда это… Вот почему-то всегда плохо. Все, успокойся, Ненерович. Ладно. А что еще про проблемы у нас там? Посоветуй. Да еще и тебе. Так, что еще тут интересного? Театр – дело коллективное, писательство – дело индивидуальное, одинокое. Выходило из дома мало как раз. Если вы не будете поддерживать такой режим, вы мало напишете. Вот это тоже… Да, да. Грустно это принимать. Это очень… Реплики, чтобы это не давило на людей. Нельзя задавливать текст. Это должны быть короткие реплики, но большой емкости. Надо много в них вложить, только не за счет растекания по дереву. Это сказал Леонид Зорин, который писал вот такие вот реплики. Они же емко. Очень емко. Да, да, да. Так. И вот как раз, мне кажется, тоже мы это уже говорили, о том, что для него всегда было важно свое мнение о себе. И он как раз пишет о том, что писать надо о том, что тебя не волнует, не имеет никакого смысла. Это будет ремесленничество в чистом виде. Ну да. И он как раз это очень разграничивал и говорил условно о том, что если, не знаю, писать что-то про политику и чтобы это было как-то плакатно, то это уже какая-то журналистика, а не драматургия. И это как бы плохо. Ну да, полуцистика. Это как бы очень плохо. И мне кажется, самое любимое правило – это то, что писателю надо долго жить. Очень. 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 Очень хороший. А знаете, у него есть замечательная фраза, не ему принадлежащая, в зеленом тетради. Кстати, всем рекомендую зеленые тетради. Это записанные книжки. Там есть фразы, по-моему, какой-то польский писатель. Смерть – это огромное событие в жизни писателя. Ну это супер. Можно сколько угодно ерничать. Возраст у меня драматический. Я это понимаю. Времени осталось с гулькин нос. И нужно успеть дописать повесть. Это единственное, о чем я думаю. У меня была пьеса-коронация. Там есть такие слова. «Ах, друг мой, большое мужество нужно в старости. Ведь каждый день идешь на смерть». Когда я написала эту реплику, мне было сорок. Сейчас он ее поддерживает. А вот еще. Нельзя преследовать писателей за то, что в холоде веков седые мальчики-мечтатели не усыхают в стариков. За то, что спины их не клонятся. Глаза печальны и остры. За то, что, мучаясь бессонницей, Ночами жгут они костры. 31 год было ему, когда он написал. Вообще, у него тоже с поэзией вроде бы не очень нравится. Почему вдруг он начал? Мне очень нравится. А в сюжете писал. Да, но это настолько необязательно. Это настолько… Я думаю, он не делал на эту ставку, поэтому писал легко. А вот писал. Да, да, скорее всего. Он как раз говорил, что он поступил в Литинститут не как поэт, а как драматург. А фатализация, наверное, поэт была, да? Да, да. Бенедикту Сарнову. Я буду… Заверяю Бенедикта. Старость – скит, а не конфликт. Мы с тобой два реликта. Ну, не хмурься, Бенедикт. Будет день, и будет пища. Будет звон других легенд. Помни, наше пепелище – это чей-то постамент. Правила жизни Леонида Генриховича. У писателя должен быть характер. Это важнее, чем талант. Я делала только то, что люблю. Надо жить так, чтобы не было стыдно. Я не сделала ни одного дурного человеческого либо литературного поступка. Ну, наверное, это самое главное. Наверное, да. Я тут еще поотмечала, но мне кажется, это самое главное. Есть некоторые художники-подонки, которые талантом своим приносят боль зрителю. У Зорина при этом, при всем его юморе, оно все равно несет такой гуманистический посыл какой-то. Вот ты чувствуешь, что автор о тебе как-то заботится. Он очень любил людей. Он любил людей. Он всегда и помогал, и встречался, и говорил хорошие слова. И у него какое-то такое жизнелюбие было. У меня такое ощущение, как будто вот сейчас вот наш зритель сегодняшний так нуждается. Я думаю, он всегда нуждался. А когда он не нуждается? Он всегда нуждается. В нулевые все хотели чернухи. Что значит хотели? Кто? Я не хотел. Все хотели. Я хотел. У меня еще возраст был такой, типа, откровенные полуродные снимки в пушке. Там вообще в восторге было. Какие-то чернухи-то. А какая чернуха? Да никого и ни чернухи не было. Хороший спектакль был. Ну, там черненько чуть-чуть было. Ну, поэтому Леонид Генневич стал писать романы и повести рассказывать. И смотреть в окно, и сидеть на столах, и работать. И писать. А он же в какой-то момент прям сильно в прозу ушел и перестал писать романы. Да, он где-то в 80-х, мне кажется. А почему? Он спасался так, что ли? Он просто считал, что драматургия – это жанр, который только для молодых. И в какой-то момент он как раз и уже начал отказываться от драматургии. Вот, Катенька, тогда торопись, спеши. Он хотел дать возможность высказаться и себе, а не только своим героям. А вот, хороший еще. И снится, еще не скрипит поясница, и мнится. Я молод, и гибок как хлыст. И дух мой не смолот, и боль не теснится. И мой этот город, а я футболист. Все это невидимого экрана, волшебная оптика. Давний апрель, как терпко и пряно. Как дышит Мариана, провинция, Каспий, маяк, колыбель. И так еще рано, начало пролога. И так уже поздно, уже не кино. Но небо так звездно, и я у порога. И все несерьезно. Но все решено. Вопросы зрителей будем читать? Мы договорились последние 10 минут. Леш, сколько у нас? 10 минут? Ну, давай. У меня столько стихов еще тут осталось. А мы где-то... А где-то да будем, да. Стихи это вообще... У тебя уже 20 минут прошло. Да, да. Так беседа... Думаю тебе актуально поставить варшавскую мелодию. Ну, ребят, их столько варшавских мелодий сейчас идет. И одна лучше другой, будем надеяться. Но у нас пока нет плана. У нас пока нет плана. Давай, поучим. Так. Выпуск посвящен столетию автора Покровских ворот. Цитирую, какая была самая тяжелая для вас сцена и почему в Покровских воротах. Вы знаете, я уже как бы ответил... Я так устал отвечать на эти вопросы по Покровских воротах. Во-первых, я действительно устал отвечать на вопросы по Покровских воротах. Во-вторых, то, что я сказал перед ним, у меня не было тяжелого сцена. У меня не было тяжелого сцена. Все было пока нет. Это было такое состояние прямо, которое нам подарил Михаил Миталович Казаков. Всем, я считаю, не было там. Был такой восторг и полет. Кто? Кто будет играть Костика 1 ноября? Иду первый раз на кино на сцене. Олег Евгеньевич, сделайте подарок Новому году. Исполните эту роль. Я исполнил эту роль много-много лет назад. А во-вторых, у нас никто не играет 1 ноября. Мы читаем. Читаем сценарий фильма. Это немножко разное. Для Костика будет читать Данила Казаков. А как вы для себя сейчас объясняете, что все-таки такого лиричного... Казаков, кстати. Да, да, да. Такого Солнечного Костика настолько покорила довольно прагматичная и строгая Рита. Учитывая, что Зорин вроде как писал ее образ со своей первой женой... Они сошлись. Волна и камень, стихи, и просто... Гот и пламень. Это контрапункт. Это драматургия. А вот смотрите. А мне остался этот кровь, молчание старых стен. Остались ночи без шагов и дни без перемен. Осталось мне в который раз глядеть в проем окна. И знать, что в сумеречный час не явится она. Что та, которой много лет служил я на земле, не видит, нет, не слышит, нет. Исчезла в этой мгле. А я и ныне не постиг, откуда был тот свет, ко мне примчавшийся на виг с неведомых планет. А можно ли оставить во времени антракта маленький подарок любимому артисту-артистке? Можно? Если вы не сумасшедшие, пожалуйста. А почему подарок оставить? Может, тебе? Ну, нет, в плане того, что, ну, вдруг там, я не знаю, какие-нибудь Поршу принесут там. Не знаю. Здравствуйте, Олег Викторович. Насколько сложно работать над сценарием спектакля в фильмах? Ну, сложно. Как вы считаете, оживляет ли музыка в фильме? А музыка иногда спасает спектакли некоторые, а не просто оживляет. Но, как говорил Хичко, где-то мы уже, по-моему, говорили, сделайте фильм ужасов или вообще фильм без музыки, без звукового сопровождения. Вот это проверка на пшивость. Как говорил один режиссер, ныне под уголовным делом, говорил, если спектакль, ну, чувствую, что, ну, все, не поставишь его, всегда есть выход. Контровой в спину, снег, сильная музыка. Здравствуйте. Какое еще произведение Леонида Геновича стоит поставить в театр или перенести на экран? Ну, уже много очень чего осталось не востребовано. Вы знаете, я вот думаю, я как-то, может, знаете, я не знаю как. Вот если вас заинтересует эта беседа вообще, эта личность, я вот парень завидую. Если вы начнете читать его книжки, аванс-сцена, его воспоминания, зеленые тетради, вы получите, да, и пьеса, вы получите такое удовольствие. Вот и не надо, может быть, и пьес не будет, вот, потому что это увлекает, это серьезнейшая и интереснейшая фигура, вот на мой взгляд, на то время. Это что, это вот прям, прям завидую вам. Вот Михаил Лугаров говорил, в нулевые было написано в 90-е так много хороших пьес, и их большую часть не поставили, и потом через паузу, и хорошо. Здравствуйте, уважаемые участники шоу «Прос», Наталья Исаевна. Расскажите, пожалуйста, как происходит отбор произведений, которые предстоит подставить на сцене? Какой роль в этом играет руководство и команда театра? И что может послужить причиной для снятия спектакля с репертуара театра? Спасибо. Ну-ка, Наташа, отвечайте. Мы живем по принципу Леонида Генриховича, мы делаем то, что любим. Вот. И то, что нам нравится. Репертуарная политика театра «Ярмола» – это отсутствие репертуарной политики, да? Да, да, да. Нет, а снимаемся, ну тоже мы где-то рассказывали, потому что, слушайте, мы снимаем, потому что не пошел зритель, не идет зритель, прекращает идти и так далее. Нам иногда очень больно снимать, но мы это делаем, потому что, ну… А вот игроки вот до 20 лет, на него зритель ходит. 23, не хочешь? 23, зритель ходит. А я все время думаю, снимать, не снимать, уже свет уже нет такого, декорации нет таких, костюмов уже нет таких в театре. Ну, людям нравятся, пусть ходят. Ну, когда они будут продавать, тогда зритель голосует ножками. Это я к тому, что, если что, пишите в комментариях. Нет, еще… А Нигдеевич, не снимайте спектакль, пожалуйста. Еще есть хорошая проблема, если зритель не идет, его уже не остановишь. В чем, на ваш взгляд, заключается главный секрет успеха пьесы «Покоровский Ворот», почему «Анна» до сих пор остается популярной? «Анна» до сих пор остается популярной или кино остается до сих пор популярной? Я думаю, что кино остается популярной. Но я думаю, что сейчас уже, имея кино, вряд ли кто-то возьмется. Да. Я не видел то, что Константин Юрьевич сделал на Малой Бронной, поэтому… Ну, я думаю, там по мотивам что-то такое. А кто-нибудь видел спектакль по «Покоровским воротам» в театре на Бронной? Есть что про него сказать? Нечего нам про это сказать, мы только про свои спектакли рассказываем. Слушайте, вот кто-то в одном интервью, кто-то… Чей-то вопрос хороший. И когда в одном интервью Зорина спросили, что такое вдохновение, он ответил, слишком высокое слово, настроение, желание – да, существует. Но при этом, при всем, будьте любезны, сесть и написать строчку. Две-три письмо, дневник, надо сидеть и работать. Умница. Это труд, причем физический. Спина болит, затылок болит, руки устают, глаза устают безумно, но регулярность – это все. Не пишется, и потому не пишется, сливай воду, туши свет. А уж если при вас какой-либо литератор скажет, мое творчество, идите, даже не прощаюсь. Да-да-да. Я вообще боюсь, когда люди говорят, я творческий человек. Да-да-да. Ой-ой-ой, это крах, это сложил. Что он как мысль формулировал, Леонид Генрихович, я поражаюсь каждый раз. Почитатель, виртуозно, ну что. Это восторг. Я очень люблю Олега Меньшикова, ну мы тоже все очень любим. Что, все авторы? Решил, что этого достаточно. Хотелось бы поинтересоваться, трудно ли было работать с пьесами Леонид Генриховича, если да, то часто ли нужно было что-то менять, чтобы удовлетворять потребности, или все же таки нет? Вот то, что у нас шло в репертуаре. Слушай, трудно, не трудно, это надо же чувствовать, потому что пропавший сюжет появился как раз, когда, в трудный начало 90-х, появился пропавший сюжет. Это спектакль, в котором у нас Филиппчик? Нет, это была измена. А «Невидимки», причем пропавший сюжет был посвящен Ульянову, он так и не решился это ставить. А «Невидимки», которые Владимир Алексеевич и Таня, они были посвящены Андрееву, он тоже долго-долго подходил к этому, пока не придумал, как это можно сделать. Ну тоже пьеса на двоих, но очень долгий был путь. А так-то здесь надо почувствовать, как мне кажется, любой пьесу режиссер должен почувствовать и понять, как ее делать. Ну да. Любимый тейбл-шоу, привет всем участникам. Если бы в театре открылось «Окно в Париж», в каком городе, дворе или квартире вы хотели бы оказаться и с кем, в какое время? Ой, я так люблю этот фильм «Окно в Париж», конечно. Я обожаю. Кстати, очень, не знаю, почему вдруг по выпуске про Зорина, вдруг вы вспомнили про этот фильм. Но побеседовать с Леонидом Генриевичем точно бы все хотели. Добрый день. Вопрос Натальи Исаевой и Екатерине. 2 мая 1954 года состоялась премьера спектакля «Гость по пьесе Зорина» в постановке Лобанова. И только первым из зрителей повезло его увидеть. Спектакль запретили. Не было ни одной газеты, которая не разысла бы в пух и парах творения Зорина и Лобанова. Владимир Андреевич вспоминал, пьесы и спектакль были разруганы во всех средствах массовой информации. Тогда молодой Зорин загрохотал в больницу. Слава богу, выжил. Лобанов тяжко заболел, ушел из театра и вскоре умер. Били здорово, били наотмашь. Как думаете, почему была такая судьба в театре Ермолова, в этой пьесе? Почему такая судьба у страны, у наших? Это не у Зорина такая судьба, это у страны такая судьба. Представляете, спектакль прошел один раз. Один раз. На следующий день, как Владимир Алексеевич рассказывал, начальник управления театра, по-моему, лично снимал таблички. Раньше были такие, что сегодня в спектакле было написано «Гости». И он вынимал и ставил невольницы. Да-да-да. Островского или что-то. Это как в пьесе у одного нашего современного автора. Что это за бред? Это не бред. Это Россия. Ну да, самое ужасное. Потом же еще куча собраний было. Там же все продолжалось. Надо было же всем развлекаться. Хорошее извлечение. Ну вот, смотрите. Я так понимаю, что мы ближимся к финалу. И чтобы такую красивую. Давайте. И мало сил, да много пота. Что дальше? Дальше. Дальше тишина. Моя бурлатская работа, ты наконец завершена. Атомила. На заре будила. Вставайте, сударь. Ждут дела. Но лавран ты не наградила. Смирения тоже не дала. Пусть так. На грозном пограничье. Не обвиняю, не корю. Свою кляну косноязычья. Тебя ж за все благодарю. И перед тем, как безусловно навек покинуть милый кровь, на старый стол смотрю любовно черноволос и белобров. Класс. Закончим на этом? Ну, в общем-то, да. Я с оштожников пошел бить. Как раз, да? Совпало, да? Как мы совпали. Спасибо, Леонид Генрикович, что вы были с нами. Спасибо. А вопрос-то лучше. У нас особо вопросов-то не было, да? Ну, в общем-то, особо-то и не было, да. Вот. Про вдохновение. Вот то, что я зачитывал. Человек просто читал, выискал. Это вот предыдущая. Открыть предыдущую страницу. Вот. Вот это я тебе показываю. Вот это, да? Наталья. Наталья. Наталья, вы в 11 вечера нам это полдвенадцатого писали. Да. Это про… Напишите. Слишком высокое слово. Про вдохновение. Чао. Вконтакте нам напишите в театр наш и вам подарят пригласительный куда? Вложим? В исторический музей. В исторический музей. Чао.